Косово открыло два новых фронта. Косово открыло два новых фронта. Приштина разозлила Москву и бросила вызов Брюсселю. 61. Газета «Коммерсант» номер 94 от 3 июня 2019 года, СТР. 1. Конфликт между Косово и Сербией постепенно переходит в противостояние Приштины с Россией и Евросоюзом. В конце минувшей недели российский МИД пригрозил далеко идущими последствиями в ответ на решение косовских властей объявить персоной Нонграда гражданина РФ, сотрудника миссии ООН Михаила Краснощикова. На грани обострения и отношения Приштина с ЕС после того, как косовский президент Хашем Тачи пригрозил объединиться с Албанией, если Евросоюз продолжит изолировать Косово. С подробностями корреспондент «Твердый знак» на Балканах Геннадий Сысоев. Шпион из ООН. Косовский МИД по личному указанию премьера Республики Рамуша Харадиной объявил в пятницу российского дипломата из миссии ООН в Косово Михаила Краснощикова персоной Нонграда. Дипломата обвинили в действиях против конституционного порядка Косово, универсальных ценностей, мира и стабильности. Михаил Краснощиков был арестован косовским спецназом во вторник в ходе полицейской операции на севере Косово, СМ. «Твердый знак» за 29 мая. Полиция обвинила россиянина в том, что, находясь на сооруженной местными сербами баррикаде, он препятствовал проведению операции по борьбе с аркпреступностью. Позже косовские СМИ сообщили со ссылкой на источники во властных структурах, что в служебном автомобиле сотрудника ООН была якобы обнаружена бензопила, которой сербы пилили деревья для возведения баррикад. К моменту, когда власти Косово объявили сотрудника миссии ООН Михаила Краснощикова персоной Нонграда, он уже находился в военно-медицинской академии в Белграде, где сейчас проходит курс лечения после травм, полученных в ходе задержания косовским спецназом. Фото – Павел Бушуев, ТАСС. Объявление приштины российского дипломата персоной Нонграда вызвало жесткую реакцию Москвы. Но еще до этого, во вторник, МИД РФ дважды делал заявление по поводу инцидента на севере Косова. Действия косовской полиции в Москве расценили как провокацию приштины, направленную на устрашение и выдавливание неолбанского населения, установление контроля над этими районами силовым путем. А после появления сообщения об аресте господина Краснощикова на Смоленской площади потребовали от миссии ООН предпринять максимальные усилия с целью его незамедлительного освобождения. На сей раз в МИД РФ действия косовских властей расценили как продолжение неприкрытой линии на обострение межнациональных отношений в крае, презрение к международным нормам дипломатического общения и предупредили – прецедент будет иметь далеко идущие последствия. История с российским дипломатом наверняка получит продолжение в ближайшее время. В понедельник Сербию посетит председатель Госдумы Вячеслав Володин, который встретится в том числе с президентом Александром Вучичем. И, как сообщают думские источники, одной из важных тем переговоров станет как раз арест Михаила Краснощикова и недавнее обострение ситуации в Косово. Дмитрий Дризи о конфликте между Сербией и Косово в связи с этим для Москвы важное значение имеет обнародованная в конце минувшей недели позиция миссии ООН в Косово. Там заявили, что применение силы косовским спецназам 28 мая было чрезмерным и неоправданным, а полиция Косово не предоставила конкретных доказательств в пользу своей версии происшедшего. Этим заявлением, пусть даже и несколько запоздалым, миссия ООН как бы дистанцируется от акции Косовской полиции, давая понять, что она не имеет к этому никакого отношения. Это важно в преддверии заседания Совбеза ООН, заявил твердый знак глава Белградского центра внешней политики Драган Джуканович. Впрочем, с учетом различных подходов ключевых членов Совбеза ожидать от заседания какого-то существенного результата вряд ли стоит. Под албанским зонтиком. Помимо России, Косово рискует обострить отношения и с Евросоюзом. В пятницу косовский лидер Хашем Тачи предупредил о возможном проведении референдума об объединении с Албанией. «Если ЕС продолжит изолировать Косово, будет рассмотрена возможность институциональных действий или референдума об объединении с Албанией», заявил господин Тачи журналистом. «Мы можем сделать это через парламентские резолюции или через референдумы в Косово и в Албании. Если ЕС не хочет принять два албанских государства с двумя флагами, пусть примут только один флаг». Кроме того, президент Косово дал понять, что объединенное албанское государство может включать и Прешевскую долину населенной албанцами районы на юге Сербии. Почему евроинтеграция Сербии и Косово затягивается? На следующий день, выступая на проходившем в Черногории международном форуме по проблемам региональной безопасности 2БС, Хашем Тачи пояснил, что он понимает подизоляции со стороны ЕС. «Евросоюз не уважает наши успехи и достижения, особенно в плане предоставления обещанной визовой либерализации», посетовал он. «Мы выполнили условия, но не получили никакой награды». Гражданам это сложно понять. Налицо двойные стандарты. Об объединении с Албанией президент Косово говорит не впервые. Неделю назад он направил открытое письмо лидеру оппозиционного Демсоюза Косово Исим Истофи, в котором прямо заявил, «Прешевскую долину следует присоединить к Косово, а Косово к Албании под общим зонтиком ЕС или же под албанским зонтиком. Если ЕС продолжит держать двери закрытыми». Впрочем, балканские эксперты и политики не считают идею президента Косово реалистичной. «Это скорее попытка Хашима Тачи поправить свой рейтинг внутри Косово, который в последнее время падает», пояснил твердый знак Драган Джуканович. Аиса Мустафи назвал тезис господина Тачи об изменении границ ошибочным и неприемлемым. В ЕС, судя по всему, также не воспринимают идею об объединении Косово и Албании всерьез. «Это больше похоже на попытку повлиять на Брюссель с целью ускорить процесс интеграции Косово в ЕС, но это зависит от шагов самой Приштины», заявил твердый знак на условиях анонимности источник в европейских дипломатических кругах на Балканах. Возможность продемонстрировать готовность реально двигаться в сторону ЕС у господина Тачи будет уже 1 июля в Париже, где под эгидой президента Эммануэля Макрона и канцлера Ангелу Меркель пройдет встреча балканских лидеров и где ключевой темой будет нормализация между Сербией и Косово. На фото, албанец смотрит через полевое отверстие в окне автобуса в деревне Лопушник в 20 километрах от столицы Косово-Приштины, 11 мая 1998 года. Косово получило статус автономии в составе Сербии, входившей в Социалистическую Федеративную Республику Югославия, в 1945 году. В 1989 году президент Сербии Слободан Милошевич провел конституционную реформу, лишившую край элементов государственности. В ответ в 1991 году косовские албанцы провозгласили Республику Косово. В 1992 году ее президентом избрали Ибрагима Ругаву. На фото, албанец смотрит через полевое отверстие в окне автобуса в деревне Лопушник в 20 километрах от столицы Косово-Приштины, 11 мая 1998 года. Фото, Ройтез. На фото, истребитель Югославских МиГ-29 в середине 90-х начались столкновения сербской армии и полиции с армией освобождения Косово. 28 февраля 1998 года армия освобождения Косово объявила о начале вооруженной борьбы за независимость края на фото, истребитель Югославских МиГ-29 фото, AP, Сазарадик. На фото, село Ада, 10 километров от Приштины, 29 июня 1998 года после того как сепаратисты стали нападать на полицейских, спецслужбы начали операцию в районе селения Дреница. В ходе боевых действий был убит один из лидеров Ау Кадим Ешари, а кроме него 82 местных жителя, включая не менее 20 женщин и детей. Это трагическое событие привлекло внимание всего мира к ситуации в регионе Нафото, село Ада, 10 километров от Приштины, 29 июня 1998 года фото, Ройтез. На фото, сербские мужчины встречают своих жен после возвращения с фронтовых позиций в Косовском селе Белика. 15 июля 1998 года вскоре число жертв войны в Косово оценивалось уже в 1 тысячи человек. Более 230 тысяч беженцев покинули регион Нафото, сербские мужчины встречают своих жен после возвращения с фронтовых позиций в Косовском селе Белика. 15 июля 1998 года фото, Ройтез. На фото, солдаты югославской армии. 9 августа 1998 год страны НАТО требовали от властей Югославии прекратить огонь. Только после приказа Альянса о начале воздушной операции на территории страны Белград объявил об отводе военных Нафото, солдаты югославской армии. 9 августа 1998 год фото, Ройтез. Нафото, девочка, убитая в ходе перестрелка освободительной армии Косово с пограничниками, 23 октября 1998 года. Она и члены ее семьи были расстреляны после того, как решили вернуться из Албании в Косово, в момент, когда пересекали границу. Однако перемирие оказалось недолгим. Военная операция возобновилась. 15 января 1999 года в селе Рощак в ходе спецоперации против албанских боевиков погибли 40 человек. Согласно выводам Европейской комиссии, все они не были комбатантами Нафото, девочка, убитая в ходе перестрелка освободительной армии Косово с пограничниками, 23 октября 1998 года. Она и члены ее семьи были расстреляны после того, как решили вернуться из Албании в Косово, в момент, когда пересекали границу фото. Нафото, солдат освободительной армии Косово, 6 ноября 1998 года. На Гаагском суде президент Югославии Слободан Милошевич заявил, что в Рочаке не было никаких массовых убийств, а расстрел мирных жителей был инсценирован албанскими боевиками. Нафото, солдат освободительной армии Косово, 6 ноября 1998 года. Фото, А.П. Дэвид Браукли. Нафото, танки югославской армии едут в Приштину, чтобы спасти захваченных в плен сепаратистами солдат. 9 января 1999 года. 18 марта 1999 года. Страны НАТО, заявив о гуманитарной катастрофе, потребовали ввести в край военный контингент. Их проект соглашения, в том числе, предусматривал полную политическую автономию Косово и вывод оттуда югославских силовиков. Окончательный статус Косово предлагалось определить воли народа. 23 марта Югославия выступила против ввода сил НАТО. Обвинив Слободана Милошевича в военных преступлениях, 24 марта 1999 года войска НАТО начали бомбить территорию Югославии. Нафото, танки югославской армии едут в Приштину, чтобы спасти захваченных в плен сепаратистами солдат. 9 января 1999 года. Фото, Мройтез. Нафото, бомбардировщик ВВС США. П. 52. Октябрь 1999 года. 24 марта 1999 года началась операция «Союзная сила», которая стала одной из первых реальных военных операций НАТО. Нафото, бомбардировщик ВВС США. П. 52. Октябрь 1999 года. Фото, Мройтез. Нафото, солдаты освободительной армии Косова, город Подуево, 28 января 1999 года. В ходе операции, которая длилась 11 недель, силы НАТО нанесли по Югославии более 2000 авиаударов и израсходовали 420 тысяч боеприпасов. Часть бомб, которые использовали войска, была начинена обедненным ураном. Жертвами бомбардировок стали около 2000 мирных граждан и 1000 военных, более 5000 человек были ранены. Одна тысяча пропала без вести нафото, солдаты освободительной армии Косова, город Подуево, 28 января 1999 года. Фото, Мройтез. Нафото, солдаты освободительной армии Косова в пригороде Приштины, 21 февраля 1999 года. 10 июня Сербия согласилась вывести войска из Косова. В регион ввели КФО. Международные миротворческие силы под Дегидой НАТО. Однако первыми на территорию Косова вошли российские десантники, совершив из Боснии бросок на Приштину. В 2003 году российские миротворцы покинули регион. Нафото, солдаты освободительной армии Косова в пригороде Приштины, 21 февраля 1999 года. Фото, Мройтез. Нафото, расстрелянные сербскими силовиками албанцы. Предположительно, солдаты освободительной армии Косова, 29 января 1999 года. Одновременно при посредничестве ООН начались переговоры о статусе региона. Нафото, расстрелянные сербскими силовиками албанцы. Предположительно, солдаты освободительной армии Косова, 29 января 1999 года. Фото, Мройтез. Нафото, женщина албанка плачет перед сгоревшим домом своего дяди, подожженным сербскими войсками. Представители ООН по бывшей Югославии Иржедин Сдбир, война НАТО против Югославии не решила проблем, а только умножила их число. Представление, что с помощью войны можно поставить на колени Милошевича и создать предпосылки для демократического развития Югославии, оказались полностью абсурдными. Нафото, женщина албанка плачет перед сгоревшим домом своего дяди, подожженным сербскими войсками. Фото, Мройтез. Нафото, взрыв Пришти не после ракетного удара НАТО, 25 марта 1999 года. Этническая граница Косова проходит по реке Ибар, которая делит город Митровицы на две части сербскую и албанскую. Основную часть бывшей провинции, где албанцы составляют подавляющее большинство, в Белграде уже, похоже, не рассчитывают когда-либо получить назад. Нафото, взрыв Пришти не после ракетного удара НАТО, 25 марта 1999 года. Фото, Мройтез. Нафото, албанские беженцы на пути в Македонию, 30 марта 1999 года. Даже президент Сербии Томислав Николич, начинавший свою политическую карьеру как радикальный националист, не допускавший никаких уступок по косовскому вопросу, заявил, «Меня никогда не признают президентом в Пришти не». Нафото, албанские беженцы на пути в Македонию, 30 марта 1999 года. Фото, Мройтез. Нафото, албанские беженцы на пути в Македонию, 31 марта 1999 года. В трех южных общинах Сербии Прешева, Медведча и Буиновац живут почти 60 тысяч албанцев. После фактического отделения Косова в этих районах разгорелась партизанская война. Против сербской полиции действовала сепаратистская армия освобождения Прешева, Медведча и Буяна Ваца, состоявшая в основном из бывших боевиков армии освобождения Косова. Столкновения продолжались до мая 2001 года. Нафото, албанские беженцы на пути в Македонию, 31 марта 1999 года. Фото, Мройтез. Нафото, албанские беженцы столпились перед македонскими полицейскими в буферной зоне, 1 апреля 1999 года. Не все просто из северной Косова. Хотя подавляющее большинство населения там составляют сербы. Существует один крупный албанский анклах нафото, албанские беженцы столпились перед македонскими полицейскими в буферной зоне, 1 апреля 1999 года. Фото, Мройтез. Нафото, косовские беженцы в очереди на регистрацию к палатке Красного Креста, 2 апреля 1999 года. Даже спустя много лет после активной фазы конфликтов Косово край характеризуется высоким уровнем преступности и большой долей теневой экономики. Через Косово поставляется, по разным данным, до 80% героина в Европу, идет контрабанда оружия и торговля женщинами, принуждаемыми к проституции. Нафото, косовские беженцы в очереди на регистрацию к палатке Красного Креста, 2 апреля 1999 года. Фото, Мройтез. Нафото, лагерь беженцев в Чеграни, Македония, 7 мая 1999 года. В 2004 году ситуация в Косово вновь резко обострилась. Там произошли кровопролитные столкновения между албанцами и сербами, самые крупные с момента окончания войны 1999 года. Поводом для столкновений послужила гибель трех албанских подростков, которые накануне утонули в Ибре. Албанские СМИ тут же сообщили, что подростков в реку загнали сербские дети из соседнего села. Очень быстро беспорядки распространились почти на всей Косово. Они показали, что до решения едва ли не самой острой проблемы в Европе еще далеко. Нафото, лагерь беженцев в Чеграни, Македония, 7 мая 1999 года. Фото, Мройтез. Нафото, косовские албанцы приветствуют британские войска в пригороде Приштины, 12 июня 1999 года. Бывший президент Сербии Слободан Милошевич был арестован 1 апреля 2001 года и передан Международному трибуналу по военным преступлениям в бывшей Югославии. 11 марта 2006 года он скончался от инфаркта в Гаагской тюрьме, а судебный процесс так и не был закончен. Нафото, косовские албанцы приветствуют британские войска в пригороде Приштины, 12 июня 1999 года. Фото, Мройтез. Нафото, косовские беженцы в очереди за едой в македонском лагере, 3 апреля 1999 года. В 2008 году главный прокурор Международного трибунала по бывшей Югославии Карла Дель Понти написала книгу «Охота. Я и военные преступники». Она подробно рассказала о похищении албанцами в 1999 году 300 сербов, впервые сообщив о фактах похищения людей с целью продажи их внутренних органов. В 2010 в Косове была раскрыта сеть черных трансплантологов. Косовские власти категорически отвергли все обвинения в торговле человеческими органами. Нафото, косовские беженцы в очереди за едой в македонском лагере, 3 апреля 1999 года. Фото, Мройтез. Нафото, британский десантник в Приштине, 1 июля 1999 года. В 2011 году в Сербии был арестован последний обвиняемый Гаагским трибуналом в военных преступлениях на территории бывшей Югославии экс-президент самопровозглашенной республики сербская Кураина Гаран Хаджич. Нафото, британский десантник в Приштине, 1 июля 1999 года. Фото, Мройтез. Нафото, девушка-албанка в Пригороде Приштины, 18 июня 1999 года арестовав Хаджича, Белград выполнил все свои обязательства перед трибуналом и получил в итоге статус кандидата в члены Евросоюза. Но, как заявлял твердый знак-источник в дипломатических кругах ЕС, членство Сербии в Евросоюзе нереально без признания Белградом Косова. Нафото, девушка-албанка в Пригороде Приштины, 18 июня 1999 года. Фото, Мройтез. Нафото, французские военные задерживают албанцы-демонстранта в Метровице. 7 августа 1999 года в Евросоюзе придают важное значение интеграции в его ряды Сербии. Белграду принадлежит едва ли не ключевая роль на Западных Балканах, и от его позиции политики во многом зависит стабильность региона. Во всяком случае, югославские войны 90-х годов прошлого века наглядно это продемонстрировали на фото. Французские военные задерживают албанцы-демонстранта в Метровице. 7 августа 1999 года фото, AP, Лефтерос Питеракис. Нафото, человеческие кости возле братской могилы на Западе Косово о провозглашении независимости Косово от Сербии было объявлено 17 февраля 2008 года. Мировая реакция на это была бурной. Уже на следующий день о признании независимости или о готовности сделать это в ближайшее время заявили ведущие страны Запада. Лишь три из 27 стран Евросоюза Кипр, Испания и Румыния решительно выступили против Нафото, человеческие кости возле братской могилы на Западе Косово. Фото, Мройтез. Нафото, похороны учителя в Косово, 1999 год. Вслед за этим по большей части территории Косово прокатилась волна празднеств, а по Сербии тем районам Косово, где большинство населения составляют сербы, волна протестов. Протесты порой приобретали далеко не мирную форму и сопровождались погромами представительств тех стран, которые объявили о признании независимости Косово, главного символа американского империализма заведений в сети Макдоналдс, поджогом нескольких полицейских постов на административной границе, отделяющей Косово от остальной территории Сербии. Нафото, похороны учителя в Косово, 1999 год. Фото, Мройтез. Нафото, женщина плачет на похоронах мужа, Косово, январь 1999 года. Когда стало ясно, что признание независимости края ей не предотвратить, Москва привела аргумент, что это станет прецедентом для решения территориальных споров во всем мире и главным образом на постсоветском пространстве. Запад не дрогнул. Нафото, женщина плачет на похоронах мужа, Косово, январь 1999 года. Фото, Мройтез. Нафото, колонна российской боевой техники совершает марш в направлении Косово для выполнения миротворческой миссии под эгидой ООН, 19 июля 1999 года. Всякое государство, которое решает признать незаконно провозглашенное государство Косово, не может рассчитывать на хорошее отношение с Сербией, заявил глава МИД Сербии Вук Еремич. Нафото, колонна российской боевой техники совершает марш в направлении Косово для выполнения миротворческой миссии под эгидой ООН, 19 июля 1999 года. Фото, коммерсант, Василий Шапошников. Косово, коммерсант, Василий Шапошников. Косово, коммерсант, Василий Шапошников. Косово получило статус автономии в составе Сербии, входившей в Социалистическую Федеративную Республику Югославия, в 1945 году. В 1989 году президент Сербии Слободан Милошевич провел конституционную реформу, лишившую край элементов государственности. В ответ в 1991 году косовские албанцы провозгласили Республику Косово. В 1992 году ее президентом избрали Ибрагима Ругаву на фото. Албанец смотрит через полевое отверстие в окне автобуса в деревне Лопушник в 20 километрах от столицы Косово-Приштины. 11 мая 1998 года фото «Ройтез». В середине 90-х начались столкновения сербской армии и полиции с армией освобождения Косово. 28 февраля 1998 года армия освобождения Косово объявила о начале вооруженной борьбы за независимость края на фото. После того как сепаратисты стали нападать на полицейских, спецслужбы начали операцию в районе селения Дреница. В ходе боевых действий был убит один из лидеров Ау Кадим Ешари, а кроме него 82 местных жителя, включая не менее 20 женщин и детей. Это трагическое событие привлекло внимание всего мира к ситуации в регионе Нафото, село Ада, 10 километров от Приштины, 29 июня 1998 года фото «Ройтез». Вскоре число жертв войны в Косово оценивалось уже в 1 тысячи человек. Более 230 тысяч беженцев покинули регион Нафото. Сербские мужчины встречают своих жен после возвращения с фронтовых позиций в Косовском селе Белика, 15 июля 1998 года фото «Ройтез». Страны НАТО требовали от властей Югославии прекратить огонь. Только после приказа Альянса о начале воздушной операции на территории страны Белград объявил об отводе военных Нафото, солдаты Югославской армии, 9 августа 1998 год фото «Ройтез». Однако перемирие оказалось недолгим. Военная операция возобновилась. 15 января 1999 года в селе Рощак в ходе спецоперации против албанских боевиков погибли 40 человек. Согласно выводам Европейской комиссии, все они не были комбатантами Нафото, девочка, убитая в ходе перестрелка освободительной армии Косово с пограничниками, 23 октября 1998 года. Она и члены ее семьи были расстреляны после того, как решили вернуться из Албании в Косово, в момент, когда пересекали границу фото «Ройтез». На Гаагском суде президент Югославии Слободан Милошевич заявил, что в Рачаке не было никаких массовых убийств, а расстрел мирных жителей был инсценирован албанскими боевиками. Нафото, солдат освободительной армии Косово, 6 ноября 1998 года. Фото, AP, 18 марта 1999 года страны НАТО, заявив о гуманитарной катастрофе, потребовали ввести в край военный контингент. Их проект соглашения, в том числе, предусматривал полную политическую автономию Косово и вывод оттуда югославских силовиков. Окончательный статус Косово предлагалось определить воли народа. 23 марта Югославия выступила против ввода сил НАТО. Обвинив Слободана Милошевича в военных преступлениях, 24 марта 1999 года войска НАТО начали бомбить территорию Югославии. Нафото, танки югославской армии едут в Приштину, чтобы спасти захваченных в плен сепаратистами солдат, 9 января 1999 года. Фото, Reuters. 24 марта 1999 года началась операция «Союзная сила», которая стала одной из первых реальных военных операций НАТО на фото, бомбардировщик ВВС США. П. 52. Октябрь 1999 года. Фото, Reuters. В ходе операции, которая длилась 11 недель, силы НАТО нанесли по Югославии более 2000 авиаударов и израсходовали 420 тысяч боеприпасов. Часть бомб, которые использовали войска, была начинена обедненным ураном. Жертвами бомбардировок стали около 2000 мирных граждан и 1000 военных, более 5000 человек были ранены. Одна тысяча пропала без вести на фото, солдаты освободительной армии Косово, город Подуево. 28 января 1999 года. Фото, Reuters. 10 июня Сербия согласилась вывести войска из Косово в регион ввели КФО, Международные миротворческие силы под дегидой НАТО. Однако первыми на территорию Косово вошли российские десантники, совершив из Боснии бросок на Приштину. В 2003 году российские миротворцы покинули регион. На фото, солдаты освободительной армии Косово в пригороде Приштины, 21 февраля 1999 года. Фото, Reuters. Одновременно при посредничестве ООН начались переговоры о статусе региона на фото, расстрелянные сербскими силовиками албанцы. Предположительно, солдаты освободительной армии Косово, 29 января 1999 года. Фото, Reuters. Представители ООН по бывшей Югославии и Ржединстбир. Война НАТО против Югославии не решила проблем, а только умножила их число. Представление, что с помощью войны можно поставить на колени Милошевича и создать предпосылки для демократического развития Югославии, оказались полностью абсурдными. На фото, женщина-албанка плачет перед сгоревшим домом своего дяди, подожженным сербскими войсками. Фото, Reuters. Этническая граница Косово проходит по реке Ибар, которая делит город Митровицы на две части сербскую и албанскую. Основную часть бывшей провинции, где албанцы составляют подавляющее большинство, в Белграде уже, похоже, не рассчитывают когда-либо получить назад. На фото, взрыв в Приштини после ракетного удара НАТО, 25 марта 1999 года. Фото, Reuters. Даже президент Сербии Томислав Николич, начинавший свою политическую карьеру как радикальный националист, не допускавший никаких уступок по косовскому вопросу, заявил, «Меня никогда не признают президентом в Приштини». На фото, албанские беженцы на пути в Македонию, 30 марта 1999 года. Фото, Reuters. В трех южных общинах Сербии Прешева, Медведжа и Буяновац живут почти 60 тысяч албанцев. После фактического отделения Косово в этих районах разгорелась партизанская война. Против сербской полиции действовала сепаратистская армия освобождения Прешева, Медведжи и Буяновацца, состоявшая в основном из бывших боевиков армии освобождения Косово. Столкновения продолжались до мая 2001 года. На фото, албанские беженцы на пути в Македонию, 31 марта 1999 года. Фото, Reuters. Не все просто из северным Косово. Хотя подавляющее большинство населения там составляют сербы, существует один крупный албанский анклах на фото, албанские беженцы столпились перед македонскими полицейскими в буферной зоне, 1 апреля 1999 года. На фото, даже спустя много лет после активной фазы конфликтов Косово край характеризуется высоким уровнем преступности и большой долей теневой экономики. Через Косово поставляется, по разным данным, до 80% героина в Европу, идет контрабанда оружия и торговля женщинами, принуждаемыми к проституции. На фото, косовские беженцы в очереди на регистрацию к палатке Красного Креста, 2 апреля 1999 года. Фото, Reuters. В 2004 году ситуация в Косово вновь резко обострилась. Там произошли кровопролитные столкновения между албанцами и сербами, самые крупные с момента окончания войны 1999 года. Поводом для столкновений послужила гибель трех албанских подростков, которые накануне утонули в Ибре. Албанские СМИ тут же сообщили, что подростков в реку загнали сербские одети из соседнего села. Очень быстро беспорядки распространились почти на все Косово. Они показали, что до решения едва ли не самой острой проблемы в Европе еще далеко на фото, лагерь беженцев в Чегране, Македония, 7 мая 1999 года фото, Reuters. Бывший президент Сербии Слободан Милошевич был арестован 1 апреля 2001 года и передан Международному трибуналу по военным преступлениям в бывшей Югославии. 11 марта 2006 года он скончался от инфаркта в Гаагской тюрьме, а судебный процесс так и не был закончен. На фото, косовские албанцы приветствуют британские войска в пригороде Приштины, 12 июня 1999 года. Фото, Reuters. В 2008 году главный прокурор Международного трибунала по бывшей Югославии Карла Дель Понти написала книгу «Охота. Я и военные преступники». Она подробно рассказала о похищении албанцами в 1999 году 300 сербов, впервые сообщив о фактах похищения людей с целью продажи их внутренних органов. В 2010 в Косове была раскрыта сеть черных трансплантологов. Косовские власти категорически отвергли все обвинения в торговле человеческими органами. На фото, косовские беженцы в очереди за едой в македонском лагере, 3 апреля 1999 года. Фото, Reuters. В 2011 году в Сербии был арестован последний обвиняемый Гаагским трибуналом в военных преступлениях на территории бывшей Югославии экс-президент самопровозглашенной республики сербская Кураина Гаран Хаджич. На фото, британский десантник в Приштине, 1 июля 1999 года. Фото, Reuters. Арестовав Хаджича, Белград выполнил все свои обязательства перед трибуналом и получил в итоге статус кандидата в члены Евросоюза. Но, как заявлял твердый знак источник в дипломатических кругах ЕС, членство Сербии в Евросоюзе нереально без признания Белградом Косова. На фото, девушка Албанка в пригороде Приштины, 18 июня 1999 года. Фото, Reuters, в Евросоюзе придают важное значение интеграции в его ряды Сербии. Белграду принадлежит едва ли не ключевая роль на Западных Балканах, и от его позиции политики во многом зависит стабильность региона. Во всяком случае, югославские войны 90-х годов прошлого века наглядно это продемонстрировали на фото, французские военные задерживают албанцы-демонстранта в метровице, 7 августа 1999 года фото, AP, о провозглашении независимости Косова от Сербии было объявлено 17 февраля 2008 года. Мировая реакция на это была бурной. Уже на следующий день о признании независимости или о готовности сделать это в ближайшее время заявили ведущие страны Запада. Лишь три из 27 стран Евросоюза Кипр, Испания и Румыния решительно выступили против на фото, человеческие кости возле братской могилы на западе Косово фото, Reuters. Вслед за этим по большей части территории Косово прокатилась волна празднеств, а по Сербии тем районам Косово, где большинство населения составляют сербы, волна протестов. Протесты порой приобретали далеко не мирную форму и сопровождались погромами представительств тех стран, которые объявили о признании независимости Косово, главного символа американского империализма заведений в сети Макдоналдс, поджогом нескольких полицейских постов на административной границе, отделяющей Косово от остальной территории Сербии. На фото, похороны учителя в Косово, 1999 год. Фото, Reuters. Когда стало ясно, что признание независимости края ей не предотвратить, Москва привела аргумент, что это станет прецедентом для решения территориальных споров во всем мире и главным образом на постсоветском пространстве. Запад не дрогнул. На фото, женщина плачет на похоронах мужа, Косово, и январь 1999 года. Фото, Reuters. Всякое государство, которое решает признат незаконно провозглашенное государство Косово, не может рассчитывать на хорошее отношение с Сербией, заявил глава МИД Сербии Вук Еремич. На фото, колонна российской боевой техники совершает марш в направлении Косово для выполнения миротворческой миссии под эгидой ООН, 19 июля 1999 года. Фото, коммерсант смотреть минус.